Дефиле модели у национальных костюмах, белорусские песни и арт-парад. На передних галонных святок краины у Минску прошел День вышиванки. У столицы собрались делегации из усих районов краины. На святе побывала и наша здымочная бригада. Под гэтые гуки на проспекте Пераможцова открылся арт-парад. Велотреалисты, ролеры, духовые оркестры, рыцарские клубы, рок-гурты. Проставников усих регионов краины у гэтый день объяднала вышиванка. Не глядячи на несприяльные надворы, шестя отрымалася малявничим и запоминальным, а не которым дождь был на вату радость. У святочным шестя проставники нашего региона основный акцент зарабили на танцевальных номерах. У гэтым им допомог ансамбль танца «Миловица» у Варовицкого центра детячей творчасти. До речи, у параде символично смогли присутничать усе регионы Гомельской области. Их стяги пронесли делегаты. В эти дни, когда мы празднуем День независимости, когда мы празднуем День вышиванки, белорусы всего мира еще раз подумали о том, что они белорусы. Подумали о том, что у нас очень богатая история, у нас очень красивая культура, традиции. Это то, что нас объединяет. И в том числе нас объединяет вот эта вышиванка, эта вышивка. Гости свята неодноразово подкресливают. Национальный орнамент – это не просто прыгожий узор. Вышиванка – символ белорусского народа, який мы пронесли проста годзи. Пора давно было вспомнить о своих корнях, которые идут к славному нашему прошлому. И многие даже сегодня, которые носят вышиванку, иногда и не догадываются, что это скрытый код нашего народа. И именно он позволил нам оставаться теми, кеми мы были – мирным, трудолюбивым, дружелюбным народом, обращенным в будущее. У Дельников свята в этот день веншовали и вядомые белорусские выканавцы. На головной сцене выступили у Дельники Йоробашини-2017 группа «Нави-бэнд». Музыканты признаются, что народные костюмы уже давно стали для их часткой сценичного образу. У нас есть саправданная вышитая, у меня сукенку, у Артема есть так само, вельми пригожатая. У нас есть вышиванки, мы выкористовываем их на наших концертах. Мы вельми любим и потребляем эту историю с вышиванками. На Пляцовце Каля Палаца Спорту разгорнулася выстава, вырабав народных майстров и кермаш белорусской национальной кухни. Мабыть, самым популярным у гэтый день стал гандлёвый павильон с рогачовскими караваями. Аромат стоит на всю площадку праздника День вышиванки. Рогачёвские пироги, они самые лучшие, и они такие же сладкие, как рогачёвская сгущенка. Оба ж с вядомыми выканауцами выступали и починающие коллективы. Проставников нашего региона глядачы запомнили дякуючи гомельской группе «Старый фольварок», якая выконала народные песни и уластные композиции. Ещё одним ярким моментом выступления стала демонстрация коллекции «Вопротки Клында» с тканины, ручной работы, орнаментом белорусских ручников. Коллекция полностью изготовлена изо льна с помощью скарбницы. Сейчас очень популярны эти этностили, принты, вышиванка. Мы часто используем данную коллекцию для конкурсов красоты. И месяц «Гомель» недавно проходил, где именно эта коллекция тоже принимала участие. Завершился день вышиванки дискотекой «Дыско-фолк» и битвой белорусских диджеев. Алексей Немкевич, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.